Всем привет! Сегодня мы рассмотрим масштабную модель от производителя SSM. Вот этого троллейбуса. Троллейбус MTB82. Вот такой вот номер у него 1777. Такой же у нас, именно такая же модель у нас, вернее, рисунок этой модели есть на коробке производителя компании SSM. Это у нас сборная модель, то есть кит. Сейчас мы откроем коробку, посмотрим содержимое, что там внутри. Ну, это сама коробочка с волшебной моделью троллейбуса MTB82. Даже год вот у нас подписан, в каком году такие троллейбусы ходили. Это 1962 год. Давайте посмотрим коробку сначала, исследуем ее. Здесь вот на боковой стороне представлены разные модели, которые производятся и будут производиться этой компанией в виде сборных моделей. Это вот троллейбус ЗИУ-9. ЗИЛ-131 я видел уже в продаже. ЗИЛ-130Б1 с прицепом ОДАС-885 пока я в продаже тоже не видел, но, видимо, они поступят в продажу. Пожарный автомобиль автоцисцерна 40, это, видимо, Урал у нас. ЗИЛ-130Г есть в продаже. И трактор К-700 тоже есть в продаже. Наверное, со временем я покажу более интересные модели, которые интересны мне, наверное, будут интересны и вам. Это вот модель на трактор К-701. Наверное, я приобрету еще и ЗИЛ с прицепом ОДАС-885. Пожарный автоцисцерн и троллейбус ЗИУ-9. Скорее всего, я тоже буду делать по ним ролики. Сейчас мы откроем коробку, посмотрим содержимое. У нас имеются литники с разными деталями. Здесь у нас детали сидений, элементы, токоприемники, карданный вал, бампера. Здесь у нас, это, видимо, оси для колес. Также комплект покрышек. Вот тоже у нас набор с литником, это днища. И еще с платформой для сидений. Ну и вот, собственно, у нас сам кузов троллейбуса. Выполнен он из металла, такой он достаточно тяжелый. Открывать, наверное, я не буду его, потому что не хочется, как бы, оставлять отпечатки пальцев. Потом это все хозяйство нужно обезжиривать. Вот, я думаю, видно, да? Такой кузов у него. Обратите внимание, если видно, да, вам. Хотя давайте откроем, посмотрим. Покажу вам детально. То есть, на кузове, вот, я поближе поднесу, заметьте, даже вот имеется вот имитация таких вот заклепок, что кузов у троллейбуса, он весь клепанный. В то время так делали. Передняя часть. Ну, вот, задняя часть. Ну, естественно, вот и крышу тоже покажу. Что у нас еще внутри? Также вот здесь у нас в комплекте имеется литник со стеклами. Остекление от троллейбуса. Еще вот один литничек у нас тоже разные детали. Это детали ступицы колес. Перегородка кабины. Ну, множество разных деталей. Перечислять их, я думаю, что, наверное, смысла нет. Вот у нас такая вот рекламная, рекламный буклетик такой. Это вот троллейбуса. И вот варианты сборных моделей, которые еще... Ну, троллейбус я не видел такой продажи. Зил в цисцерна. Поливочная машина, наверное, скорее всего. А, нет, это так не опасно. Бензовоз. Продажа вам есть на сайте. Такая вот у нас. Такой вкладыш. Ну, и, естественно, инструкция для сборки. Здесь вот у нас еще один вкладыш есть по рекомендации для сборки. Декаль. Ну, и сама инструкция. Ну, в общем, займемся сборкой. Опять же, я не знаю, когда будут собирать. Я все жду, когда мне придет аэрограф. То есть, буду красить только аэрографом. Баллончиком я портить не буду модель. И хочу добавить то, что вот эти вот модели сборные компании ССМ, они наполовину дешевле, чем уже готовые модели. Ну, и собрать, наверное, куда интереснее самому, чем купить готовую модель. И, конечно же, она будет стоить дороже. Хотя, когда вы сами собираете, вы контролируете и качество своей сборки. И сам интерес вам важен. Поэтому я, наверное, буду рекомендовать вам приобрести именно такие вот сборные модели. Они очень качественные. И когда вы соберете, получите большое, наверное, удовольствие, что вот вы сами построили данную модель. Ну, не только эту модель. Какая модель вам интереснее, такую покупайте. Наполовину будет дешевле, чем вы приобретете готовую модель этой же компании. Ну, на этом заканчиваем свой ролик. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует...